Там Калифорния, она будет из дорогих регионов, но у нас стоило, наверное, притом тоже я занимался там в двух залах, которые были в часе езды друг от друга, и даже между ними была разница почти в полтора раза. Вот, но я бы сказал, где-то вот, наверное, 100 долларов в месяц за доступ к залу и, знаете, до 200. Просто у этих кроссфитеров это там улетучится через там две недели, вот как семинар пройдет, и они особой пользы зачастую это на себе не испытают. То есть для них это больше как такое просто шоу, то что там приехал спортсмен там из России, там олимпийский призер или чемпион. Вот у нас здесь в России, ну, любой школьник, придя в тяжелотехнический зал, он тренируется бесплатно. Там, в Америке, есть такая возможность? Или любой возраст, взрослый, молодой, ты приходишь и платишь деньги? Ну, для школьников. Или там просто так устроено? У нас, получается, зал, он на гособеспечении, тренера получают зарплату бюджетную. А там, может быть, залы, они коммерческие, сами себе предоставлены, и хочешь не хочешь, а нужно хоть что-то получать, какой-то, чтобы сплатить за свет, за канализацию, за воду. Ну, да, залы в основном, конечно, коммерческие, то есть единственное, где, я думаю, могут люди заниматься бесплатно, это вот если в школе есть. Но поскольку тяжелоатлетика в Америке это не такой нешкольный спорт, то есть там появляются какие-то программы. И вот я знаю, что есть, там, в той же самой Калифорнии, где-то есть зал, где школьники занимаются тяжелоатлетикой. Но это не как американский футбол, который есть в любой школе совершенно. В любой американской школе должен быть американский футбол, там, без этого и никак. Ну, как национальный вид спорта, допустим. Да, и там, соответственно, там, школьник приходит и думает, что он занимается либо бесплатно, либо, может быть, за какую-то там, ну, не знаю, плату чисто там для покрытия каких-то там основных вещей. А большинство залов, они, конечно, коммерческие, то есть ты приходишь и... А какие цены? Просто для любопытства. Я понимаю, что уровень там и здесь разный, но наверняка те, кто будут смотреть, они просто... Ну, любой человек из любопытства, ему просто интересно. Вот сколько... Просто сейчас у нас здесь, в России, стал развиваться кроссфит, как спорт. И появились залы, и там уже хочешь-не хочешь, даже если ты пришел заниматься тяжелоатлетикой, ты вынужден все равно платить деньги. И вот просто интересно, какие цены там, а не знаю... Да, ну, я бы сказал, во-первых, в Америке там очень сильно варьируются цены от региона. То есть, если это... В Калифорнии цены, которые я знаю, это будет там на верхней границе. То есть, там сильно дороже, чем... А от чего это зависит? Это просто зависит от того, какой это... Это от достатка региона, как бы? Да, от заработка... То есть, там все связано. Цены на жилье, цены на... Это как, допустим, цены в Москве взять, и цены в глубокой периферии, в Близане. То есть, там, Калифорния, она будет из дорогих регионов, но вот у нас стоило, наверное... Притом тоже я занимался там в двух залах, которые были в часе езды друг от друга, и даже между ними была разница почти в полтора раза. Но я бы сказал, где-то, наверное, 100 долларов в месяц за доступ к залу и за эти... до 200. Но 200 это уже, наверное, совсем... То есть, так где-то в среднем, я бы сказал, ближе, там, 120, 150, 160. Вот так вот. Это вот ты получаешь доступ в зал, то есть, ты можешь прийти, когда хочешь, и там поторенироваться. Плюс в те дни, когда там проходят занятия по тяжелоатлетике непосредственно, ты можешь приходить, и там тренер, тебе какое-то внимание. Но это вот с группой. А там индивидуальные занятия уже могут там сколько угодно, там, не знаю. Это уже зависит от тренера, насколько он раскрученный, там, квалификации. Ну, до 100 долларов вполне может доходить за час. Вот, кстати, раз такая зашла немножко тема про персональные такие тренировки, вот просто хочется, ну, мы все видим и знаем вот те семинары, которые проводят Тарухти, Клоков. Ну, это мы знаем вот со стороны той, которую видим в Ютьюбе в виде видео. Ну, то есть, преподнос информации, так сказать. А вот тебе, как человеку, который находится как бы с другой стороны экрана, да, и присутствующий в виде спортсмена на этих семинарах, просто мы с тобой тут пока тренировались. Ты немножко затронул эту тему, и тебе сказал, подожди, расскажешь в интервью. Вот, расскажи, мне очень понравился вот этот твой вывод, или как не вывод, а, ну, или не подход, как это назвать-то. Ну, то мнение, или то впечатление, которое складывается о семинарах у обывателя, который зачастую, они же проводят не для тяжелых атлетов, они же проводят семинары для кроссфитов, либо просто для людей, которые только-только пришли, ну, еще толком и кроссфитом-то не занимаются, а просто пришли, как бы, на семинары к известному человеку чему-то научиться. И вот, поделись вот этим мнением. Ну, я честно скажу, я не был на семинарах ни Клокова, ни Тароктия, я был на семинаре одном только американского тяжелого цвета, Джон Норф. Ну, ты же видел в Ютубе семинары, представление какое-то, все равно же у тебя складывается? У меня есть ощущение, что, как бы, зачастую вот на семинарах люди, которые эти семинары проводят, они пытаются в какой-то степени объять необъятное, потому что, когда приходит, там, кроссфитер, который, может быть, там, зачастую, особенно, если это где-то, там, я не знаю, в глубинке, в какой-нибудь, там, Айове, вот, он, может быть, вообще, там, кроме как на кроссфите, в своем рывок, толчок никогда не делал, там, про подрыв он вообще ничего, там, не знаю, и, там, какие-то, и ему начинают, там, сразу, не знаю, там, выставлять все углы, там, идеально, вот, как, там, этот спортсмен поднимает, и, как бы, по моим ощущениям, зачастую это просто у этих кроссфитеров, это, там, улетучится через, там, две недели, вот, как семинар пройдет, и они особой пользы зачастую это на себе не испытают, то есть для них это больше как такое просто шоу, то, что, там, приехал спортсмен, там, из России, там, олимпийский призер или чемпион, и, как бы, мне просто кажется, что, может быть, для многих начинающих спортсменов было бы больше пользы, если бы, там, вот, не знаю, вот, какую-то одну вещь они могли закрепить, пусть это будет, там, первый шаг в их, там, тренировок, но, вот, они вот что-то, вот, одну какую-то вещь закрепят, и будут уже ее понимать хорошо, вместо того, чтобы пытаться, вот, сразу, какой-то этап для себя сделают, компания обычай. Да, и, может быть, они как-то уже будут, знаете, вот, у меня, там, например, вот с этим уже я знаю, как бы, как продолжать работать, вот, а на следующем семинаре, там, они уже, может быть, будут, как-то, не знаю, лучше понимать, и могут еще какой-то вывод для себя сделать, ну, то есть, не знаю, как это правильно, естественно, преподавать, но есть зачастую ощущение, что, еще, мне кажется, очень большой акцент делают, вот, спортсмены из России, которые приезжают на то, что, вот, надо, там, поднять много, и всем, там, показать, что ты, там, можешь, там, не знаю, рекорды, да, рекорды, но, когда перед тобой взяли люди, которые, там, не знаю, 100 килограмм, то, может быть, никто не рвет, или, там, не знаю, там, вот, я ходил на семинар, там, самый большой результат, там, у здоровых мужиков, там, по 115 килограмм, они, там, 120 килограмм могли рвать, там, кое-как, и, ну, вот, а приходит, там, спортсмен, он рвет, там, 180 или 190, для них, в общем-то, как бы, это никакой разницы, для них это недостижимый результат, они, может быть, там, 150 никогда не смогут порвать, вот, поэтому для них это не так важно, вот, именно увидеть, мне кажется, что, там, какой-то спортсмен, у которого, там, 20 лет опыта за плечами, что он может такие килограммы огромные поднимать, для них гораздо важнее, вот, личное какое-то, вообще, вот, для американцев очень важно, именно, вот, их надо обязательно подбадривать, там, мне кажется, вот, я после России, когда приехал, заметил, что у нас, часто, такой, более деловой подход, то есть, там, тренер тебе говорит, вот это неправильно, вот это, там, неправильно, и, если ты в России вырос, то ты, как бы, к этому привык, и у тебя нет никаких, как бы, проблем с этим, а для американцев это грубо, им надо, обязательно их надо похвалить, им надо сказать, ты молодец, у тебя очень хорошо получается, но, вот, чуть-чуть вот здесь надо, значит, поменять, вот, поэтому, там, а то же самое, если хлопов, то, смотрите, он приходит, и он там говорит, все не так, значит, это ты делаешь, там, неправильно, там, все, вот, да, то есть, он, я понимаю, что он, как бы, не хочет их обидеть, условно, но, просто, для них это, я говорю, там, какой грубый спортсмен, все, все неправильно, значит, у меня и сказал, ну, то есть, как бы... А еще вот, что в их семинарах, как бы, неправильно, или все остальное, все в порядке? Ну, опять же, просто, в целом, мне кажется, что... Ведь они, вот, допустим, показали, как они подняли, потом провели, как бы, совместную тренировку, а потом эти же спортсмены стараются поднять свои лучшие подъемы, и зачастую они их поднимают, и, вот, он говорит, вот, видите, ну, тем самым показывая видео, там, вот, видите, какой результат семинары, ну, производит? Ну, мне кажется, что, вот, это хорошее, на самом деле, такая, с точки зрения просто... Или это как мотивация? Это как развлекательное, потому что, вот, я был на семинаре, я там тоже свой лучший, там, результат поднял в толчке, но абсолютно не то, что меня чему-то, там, сильно научили, а просто, когда все вокруг тоже пытаются, у всех, как бы, адреналин, там, и это просто... На подъеме. Да, на подъеме, честно, таком эмоциональном, люди, люди поднимают, особенно, когда тренер тебе говорит, давай, там, я знаю, ты можешь уже, там, почти, вот, это, конечно, как бы, способствует. Но это, скорее, вот, тоже шоу, так же, как то, что ты смотришь, когда спортсмен поднимает леса. Мне кажется, что, в принципе, как бы, если бы семинары были чуть больше сфокусированы, именно, вот, на том, чтобы чему-то, вот, может быть, каким-то отдельным вещам научить чуть меньше на шоу, для меня лично было бы в этом, наверное, чуть больше пользы. Хотя я понимаю, что элемент шоу тоже должен присутствовать, нельзя, там, 8 часов только, там, техникой заниматься, ты тогда, наверное, забудешь все. А они захотят, интересно? Ну, если, например, будет семинар, то человек идет просто на семинар и понимает, что, допустим, он любит, например, там, толкать. И он знает, что на этом семинаре он обязательно, ну, поучится толчку. И собирается, например, дай бог там, например, с трудом набирается 20 человек, желающих расстаться с деньгами. А если ты сделаешь семинар, провожу семинар по взятию на грудь, там, например, или семинар про просто подрыв, чисто, обучаю подрыв. И придет не 20 человек, а придет, там, 5. А люди приезжают из-за границы, там, им нужно всю эту, там, дорогу, как бы, окупить, там, питание, проживание. Ну, мне, честно говоря, трудно вот так сказать. Я думаю, что, если это семинары ориентированные на кроссфитеров, то, наверное, они, конечно, не захотят, там, платить деньги за то, чтобы вот только вот что-то, может быть, одну деталь. Им, конечно, нужно, чтобы это было более-менее такое всеобъемлющее. Ну, полностью комплексный. Если это больше ориентированно, то что, семинары тоже разные бывают, там, вот я, например, был на семинаре, который был больше такой для новичков, вот, и там, хотя тоже, в принципе, там, показывал всякие упражнения. Как раз вот мне показалось, что этот Джон Норф, он как раз, например, тот же самый подрыв давал, в принципе, неплохие упражнения. Там есть какая-то своя методика, и там что-то, в принципе, оттуда можно было извлечь полезное. Вот. Но у него был вот именно ориентирован на всех. А там другой семинар, на котором я уже не был, но он позиционировался больше как семинар для уже тяжелоатлетов. Там, по-моему, было очень ограниченное количество мест. Там только шесть человек, значит. Вот. Это Донишен. Донишен. Да, и он такой более индивидуальный, там, смотрит на качество спортсмена. И туда уже, конечно, кроссфитер, там, он не будет, там еще и два раза дороже, он не будет платить 350 долларов, как бы, чтобы какую-то одну деталь улучшить. А тяжелоатлет, который уже, как бы, занимается, он, скорее, мне кажется, наоборот. Да, да, да. То есть, я думаю, что в зависимости от того, как спорт этот будет развиваться, это будет чуть меняться в процессе, то есть, когда будет больше становиться тяжелоатлетов, которые именно готовы вот над тяжелоатлетической составляющей работать, они будут с большей... Потому что Клоков же тоже, он там, ну или там Тарохти, они же часто ездят там чисто в кроссфит-зал какой-то, а иногда они приезжают, там, то же самое Калифорния Стрэнд, который уже больше тяжелоатлетический, там, кроссфитеров, наверное, уже меньше существенно, там будут больше спортсмены и много тяжелоатлеты. То есть, я думаю, что спрос, в принципе, как бы, есть и на то, и на то. А, кстати, вот тренер в Калифорнии Стрэнд... Как правильно я признаю Стрэнд? Ну, в принципе, Стрэнд, но это такое сложное для русского языка слово. А как правильно по-английски? Калифорния Стрэнд. Стрэнд? Да. А как это переводится? Ну, Стрэнд – это сила. А, то есть, Калифорния сила. Да, Калифорния, или там, Сила Калифорния, как и так, да. И я обратил внимание, вот этот тренер, который там тренирует, и он же где-то в университете в каком-то, да? В Беркли, да, мне кажется. То есть, кто он вообще? Он тренер или кто? Он тренер, я не знаю, какой у него послужной список в тяжелоатлетике, но я так понимаю, что он в Беркли, в университете, он тренирует, опять же, вот всяких игровых спортсменов. А тренирует чему? Вот, с силовой подготовки. То есть, они используют активно всякие вариации тяжелоатлетические. То есть, они, я так понимаю, не хотят чисто приседания, например, делать или жим, а им же нужно, там, часто взрывные какие-то вещи делать, поэтому они очень много делают взятий, например, на грудь, насколько я знаю. И он у них отвечает за силовую подготовку, возможно. По крайней мере, как-то связано с силовой подготовкой. То есть, он связан, да, понятно. А в Калифорнии Стрелл он уже тренирует там. Ну, у них тоже ведь туда часто приезжают какие-то, вот у них в Инстаграм их если почитать, они иногда упоминают там спортсменов, всяких бейсболистов, футболистов, которые туда приходят тоже для силовой подготовки. И вот они пишут, вот там взяли, значит, в национальную лигу, спортсмен, который у нас тренировался. Но там есть и чисто группа штангистов, которые там штангой занимаются. А вот у нас здесь, в России, как устроено? Ты вот, например, живешь в каком-то городе, ходишь в определенный зал и участвуешь во всех первенствах, там, допустим, находясь здесь, там Московская область, за город Видное, потом отбор на Россию, за город Видное, и сама Россия пошла, да? А вот в Америке с учетом вот их вот этого развития, то, что такое разногласие, у них существуют какие-то вот первенства городов, там, что там, район или что там? Ну, там штат потенциал. Или там конкретно люди, вот, группа говоря, тренируются, и два раза в год имеют возможность выехать на, там, на первенство Америки или туда как-то отбор какой-то. Ведь кто-то, по-моему, то ли Клоков говорил в своем видео, или кто-то еще говорил, что там на первенство Америки было там две тысячи спортсменов. Так, может быть, они как раз и были, потому что нигде никаких соревнований не проходит, и вот они два раза в год все приезжают всем составом. Я, честно говоря, не знаю об официальных соревнованиях, кроме Американ Оупен, да, то есть открытый турнир, и там Нэшнлс тоже так называются, национальный чемпионат. Но очень много чемпионатов, а не чемпионатов, а просто состязаний локальных, которые там кто угодно может устроить. То есть вот я помню, что в нашем зале там в какой-то момент они говорят, давайте устроим там, зал назывался Санта Круз Стренд, по аналогии с Калифорнией Стренд. И они говорят, давайте устроим наше вот первенство. И просто, грубо говоря, через знакомых, там каких-то тренеров в других залах, там они там рассылают, делают какую-нибудь брошюрку, рассылают и говорят, вот приезжайте у нас там в такой-то… А, то есть у нас бы это называлось открытие первенства Санта… Ну, вашего… Да-да-да, открытое первенство Санта Круз Стренд. И таких состязаний очень много, и в этом плане, как раз, мне кажется, может быть, даже это опыт, который, может быть, можно у них переменять, что они вот легко так организуют все, и люди там выступают, и я не знаю, как бы… Потенциально, я так понимаю, что можно получить на такое состязание даже какую-то аккредитацию, и это позволит, там, спортсмену, может быть, какие-то очки там зарабатывать. Вот, но если я правильно понимаю, там, на национальный чемпионат нужно отобраться по каким-то очкам просто. То есть нужно… Детали я не знаю, но, по-моему, ты там можешь участвовать в каких-то более маленьких там локальных соревнованиях, но за эти соревнования дают какие-то очки, и если у тебя этих очков там достаточно много, то ты можешь… Или ты должен показать квалификационный результат, грубо говоря. То есть вот если ты там… Не знаю, у тебя сумма там такая-то, то это, значит, тебе позволяет выступить на чемпионате. Да, на всех международных соревнованиях. А открытые, наверное, чемпионаты – это уже там более-менее все могут туда… Ну да, открытые – это имеется в виду любой желающий может там… Я приехал отдыхать к вам в Талифорнию и увидел, и могу прийти выступить… Ну, участвовать вернее в соревнованиях. Они вот проводят, например, грипп, тот же самый знаменитый, они вот устраивали, как они это называли, спартакиаду или как-то так они это называли. Да-да-да, кстати, да, спартакиада… И вот Тароктий туда приехал тоже, хотя он там не гражданин Америки, вот выступил там вполне, потому что ну просто… Вот спартакиада, она была как бы… ну… она была как бы открытой, да, и там могли участвовать любой… Я не знаю, честно говоря, любой или, может быть, они как-то ограничили там число участников, но это было, насколько я могу судить, совершенно неофициально. То есть вот это просто хук-грипп, частная организация, там решили провести, его даже позвали олимпийского чемпиона, чтобы он там… Он же там в толчке, по-моему, четыре там или пять подходов сделал, вот. То есть это было такое очень, ну, как бы, такое дружеское мероприятие, чисто такое частично шоу. Это на бой заедет, правильно? Мне кажется, да, это здорово, тем более там хук-грипп, они всегда же очень хорошие видео делают со всех там соревнований, то есть, ну, потом можно посмотреть и все там замедлено. Да, да, да. А то есть получается, что таких вот прям перец штатов… Я никогда не слышал о таком, по крайней мере. Чтобы, например, ну, как у нас бывает там… Сначала идет отбор какой? У нас там сколько? Двенадцать или тринадцать округов? Или сколько, блин? Или меньше? Короче, у нас идет сначала перенство среди округов, потом те, кто победили, едут на Россию. Это все равно, что применимо к Америке, это было бы перенство штатов, а потом победители бы или призеры ехали бы на перенство Америки. Ну вот, по-моему, я, конечно, могу ошибаться, но я практически… Такого… Такой системы нет. Такой системы нет, да. То есть, я вот… В официальных соревнованиях я только слышал… Ну, опять же, что значит официальных, это там… Есть какая-то федерация, там, тяжелоатлетическая, которая вроде как эти… Санкционирует именно вот эти там состязания, American Open и American Nationals. И это как бы два таких, наверное, самых известных, самых крупных соревнований, которые каждый год проводятся. А все остальное, мне кажется, они могут там… Захотят – проведут, захотят – не проведут. Там есть какие-то традиции, которые уже там много лет, может быть, проводятся. Но это все больше так… Уже какие-то инициативы отдельно взятых людей… И… То есть, мне неизвестно вот такой вот именно институционализированной системе, что надо сначала выиграть там… Грубо говоря, там… В… Графстве… Там… Каунти называется… Потом в штате… Потом… Потом… Национальный чемпионат. То есть там… Плюс у них… Не так давно вот… Как раз в связи с Олимпиадой… У них там были… Ну, не то, что скандал, но такой там… Диспут на тему того, кто должен поехать на Олимпиаду. То, что… Там меняли систему… Квалификации на Олимпиаду. Ну и там, знаешь, была вот спортсменка. Это Сара Роблс у них. Такая… В 75 плюс у женщин. Которая однозначно обладала наибольшими… Которая фуллая какая-то? Да, да, да. Большая женщина. Она обладала самыми большими перспективами в плане медалей. Но при этом она там по каким-то формальным критериям не проходила. И вот они все, значит, обсуждали. Нужно ее опускать, потому что она, как бы, может больше заработать для Америки. Или нет, потому что она… Потому что она была дисквалифицирована, по-моему, какое-то время. И у нее было недостаточно опыта после прекращения дисквалификации, для того, чтобы заработать вот эти вот очки пресловутые. То есть там, в принципе, система такая, не совсем очевидная. Не отработанная, да. Ну да, они вот все там постоянно меняют, что-то сейчас пытаются выбрать как лучше, но… А вот чемпионат мира проходил в Хьюстоне. Ты обратил внимание, это дало какой-то всплеск интереса там? Или, может быть, медийность какая-то стала, ну, допустим, больше, там, я не знаю, рекламных роликов каких-нибудь, там, или соревнований каких-то показывать? Ну, я туда хотел даже приехать, но это, в принципе, далековато от того, где мы живем, и просто, ну, это финансово не очень простое мероприятие, там, на неделю ехать куда-то. Вот, но… Поэтому я не могу сказать, как там это воспонималось, но вот среди, там, среди тех, кто тренируется, однозначно, там, у нас в зале все время, как бы, когда по утрам, как раз, по-моему, это приходилось на наше утро, когда, там, я не помню, там есть разница во время, не суть важна. В общем, у нас постоянно телевизор работал, я хочу сказать, там, и все смотрели. То есть, среди тех, кто тренируется штангой, конечно, это было, там, большое событие, и, как бы, все, там, с интересом следили. Насколько это в Хьюстоне было, мне трудно сказать. Это, наверное, вот те, кто туда ездил, они, наверное, лучше знают, насколько там это было большое событие. Ну, так вроде казалось, что в зале там народ сидел какой-то, и организовано вроде было неплохо. Ну да, я где-то слышал, что считается, что чемпионат мира в Хьюстоне самый лучший по организации всех времен, что-то такое. Ну, это, в принципе, со временем, конечно, как бы, независимо от того, где он проводится, организация все лучше и лучше становится. В принципе, да. Но, в принципе, да, они умеют как бы организовать, как правило. И в следующем году, кстати, тоже будет. Опять? В Америке, да. Чемпионат мира. Интересно. Ну, вот, может, я в следующем году доеду посмотрю. Надо посмотреть, да, потому что в разных городах, я не помню, где. Кстати, я тебе сейчас скажу, где я. Комендарь у нас есть. А, просто в США написано. Город именно не указан. Ну, да, надо посмотреть. Ну, да, может где-то поблизости. Может, поблизости, да. Ну, да.